День Деревень День Деревень День Деревень День Деревень День Деревень Все это, каждый знает. 3 килограмма помидор, килограмм перца болгарского, 300 грамм чеснока, 100 грамм хрена. Казачья община тоже не осталась в стороне. Они приготовили блины, привезли домашний мед и угощали гостей чаем из самовара. Поддержим братьев казаков, общаемся все вместе. Всегда самовар нас объединял казаков, всегда мы ходим в гости друг к другу. В этот день на стадионе для всех желающих были организованы разные активности и спортивные турниры. Гости катались на лошадях, играли в футбол, перетягивали канат, играли в городки и питанг. Был организован мастер-класс по владению шашкой. Во время праздника все желающие могли принять участие в соревнованиях по армрестлингу. Это Мария, она победила среди девушек. Но давайте проверим, кто же сильнее, жители Лунева или корреспондент телеканала Химки ТВ. Победили жители! В это же время на сцене выступали народные коллективы, а рядом работала кузница. Опытные мастера учили юных жителей обращаться с молотом и наковальней. Здесь чувствую, что русский народ есть, есть, будет и есть. Зато, что тут русская душа гуляет, зато тут радость, улыбки, настроение. Поэтому деревня должна жить, процветать и люди, которые там работают. Фестиваль казачьей культуры – это символ единства народов России. И он объединил не только химчан, но и гостей из Подмосковья и даже Москвы. На праздник собрались люди разных возрастов и профессий, гуляли целыми семьями. Все наслаждались общением, музыкой и просто вкусной едой. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский. Новости Химки ТВ.